здравствуйте дорогие друзья с вами светлана короткая сегодня буду обустраивать свое рабочее место и буду делать съемную столешницу для этого можно использовать картон в несколько слоев но у меня есть материал получше это дсп древесно-волокнистая плита продается в строительном магазине большим листом и стоит недорого столешница у меня будет совершенно небольшая того размера который вот мне удобен для моего стола например у меня сейчас будет 60 на 30 но у меня есть уже столешница я вам ее покажу позже там 60 на 40 размер отрезается прекрасно канцелярским ножом обычным просто несколько раз проводим по одному и тому же месту вот эту столешницу я делаю для того чтобы не пачкать клеенку может у кого-то стол полированный кто-то не хочет его пачкать или царапать но вы также спросите есть вот такие различные маты для резки можно же их использовать как подстилать и на них работать скажу сразу что такой мат а у меня он большой размер а2 стоит он очень дорого заметил что какие-то лаковые материалы или бывает краска где-то она потом не отмывается она же акриловая она все здесь забивает и вот остаются различные следы клей вообще виден хорошо поэтому я приспособилась на мать и режу а вот на такой столешнице я уже работаю клеенки мне на весь стол надоело покупать а здесь просто поработал и убрал за собой вместе с этой столешницей буду использовать сегодня обычную клеенку на стол приложить вот так перевернуть и заклеить все при помощи малярного скотча можно такую сделать столешницу не только для себя но и например для ребенка чтобы рисовать или возиться с пластилином в любой момент можно снять и приклеить новую клеенку я конечно не засекала но прошло действительно не более пяти минут и у меня готова столешница посмотрите из-за того что здесь клеенка толстая вот для столов она не сдвигается сейчас покажу бывает вот такая клеенка продается рулонами тонюсенько это пленочка и скользкая такой не берите она будет скользить во-первых во вторых малейшая даже чем-то острым зацепитесь и она сразу порвется сейчас покажу другой вариант про него я вам уже рассказывала здесь наклеена пленка самоклейка вот такая я ее покупала в светофоре но думаю что и в других магазинах она тоже продается она тоненькая непрозрачная но и за счет того что она прилипает хорошо к поверхности такой столешницы я пользуюсь очень долго принцип тот же самый но перед тем как клеить ее на dvp dvp нужно будет или окрасить акриловой краской например или за лакировать потому что когда вы будете менять она будет отрываться вот вот этим своим липким слоем вместе с поверхностью dvp и тогда здесь будет очень неровная поверхность эту столешницу я переделала на днях эффект замечательный и за счет того что это все-таки пленка пленка клеенка хоть и тонкая смело моется я что только не делала и терла и и краски здесь разбрызгивала ну конечно приходит такой момент когда уже приходится ее менять сделаю небольшой кусочек буду вот такую маленькую столешницу применять для особо грязных работ каких-то окрашу белой акриловой краской вот смотрите я в таких работах сразу вот этот мат убираю вот эта многострадальная клеенка на столе который уже стыдно показывать она на весь стол вот посмотрите у нее запачкал где-то пятна вы уже ее не домоете и уже некрасиво а если бы это сразу так сделала то вот эта клеенка всегда была бы чистая нормальная ну вот вы видите что во время работы периодически где-то что-то капнет без этого никак просушиваю поверхность все подсохло отмеряю кусочек лишнего не отрезаем прям по клеточкам можно отрезать вот эту убираю подложку а здесь иду сразу заглаживаю бумагу использовать можно для каких-то чертежей выкроек вот этого бы мне не хотелось удачно я думала что я уже теперь распрощаюсь теперь подклеиваем на эту сторону бывает так что клеенки мало или неправильно отрезали все тоже самое берем скотч и добавляем можно для надежности здесь все обклеить смотрите как здорово получилось легкая переносная сделанная за 5 минут кто будет делать на картоне должны понимать что гофрированный картон он мягкий он может продавливаться поэтому лучше брать пивной картон который не гофрированный вот как обложки на книгах но самый дешевый и классный вариант это дсп надеюсь такой способ оборудования своего рабочего стола вам пригодится я благодарю всех за просмотр подписки лайки дружеские комментарии кто еще не подписан на мой канал приглашаю это сделать прямо сейчас особую благодарность выражаю спонсором за оказанную помощь в развитии моего канала всего доброго до новых встреч